Новость. Владимир Владимирович, помимо конфликта на Украине, к которому мы, безусловно, вернёмся ещё неоднократно, буквально вот последних дней, недель события на Южном Кавказе, вот председатель Евросовета Шарль Мишель недалеко вчера в интервью сказал, Россия предала армянский народ. Кто сказал? Шарль Мишель, председатель Европейского Совета. Да. Знаете, у нас в народе говорят, чья бы кобыла мычала, а твоя бы молчала. Корова. Корова, кобыла, неважно. Животное, короче, какое-то. Значит, это всё? Я сперебил, извините. Нет, пожалуйста. Вы понимаете, что происходило, что произошло в самое последнее время, вот что. Ну, после известных событий и развала Советского Союза, мы знаем, что был конфликт, начались этнические столкновения между армянами и азербайджанцами, они начались в городе Сумгаити, потом перекинулись на Карабах. Всё это привело к тому, что Армения фактически, не Карабах же, Армения фактически поставила под свой контроль весь Карабах и семь прилегающих территорий, семь районов Азербайджана. Это, по-моему, чуть ли не 20% территории Азербайджанской республики. И вот всё это продолжалось многие десятилетия. Должен сказать, что я не раскрою здесь никакой тайны. Мы много раз на протяжении лет 15-ти последних предлагали нашим армянским друзьям пойти на компромиссы. Какие? Вернуть Азербайджану пять районов вокруг Карабаха, два оставить за собой и таким образом сохранить территориальную связь между Арменией и Карабахом. Но наши карабахские друзья из раза в раз нам всё время говорили, нет, это создаст для нас определённые угрозы. Мы, в свою очередь, говорили, послушайте, ну, Азербайджан растёт, экономика развивается, это нефтегазодобывающая страна, там уже свыше 10 миллионов населения, давайте сравним потенциалы. Пока есть такая возможность, нужно найти этот компромисс. Мы, со своей стороны, уверены, проведём соответствующие решения в рамках Совета безопасности ООН. Гарантируем безопасность этого возникающего естественным образом Лачинского коридора между Арменией и Карабахом. Гарантируем безопасность армян, проживающих на этой территории. Но нет, нам сказали, нет, мы на это пойти не можем, а что будете делать? Будем сражаться. Ну, ладно. Вот дело в конечном итоге дошло до вооружённых столкновений в 2020 году. И тогда я тоже предложил нашим друзьям и коллегам, кстати, тоже президент Алиев на меня не обидится, наверное, но в какой-то момент достигнута договорённость о том, что азербайджанские войска остановятся. Я, честно говоря, думал, что вопрос решён. Позвонил в Ереван и вдруг услышал, нет, пусть они уходят из той незначительной доли Карабаха, куда войска азербайджана зашли. Ну и всё, я говорю, послушайте, а что вы будете делать? Опять та же самая фраза, будем сражаться. Я говорю, ну послушайте, они сейчас через несколько дней выйдут в тыл вашим укреплением в районе Агдама и всё закончится. Вы понимаете? Да. Что будете делать? Будем сражаться. Ну ладно. Ну вот, значит, всё получилось так, как и получилось. В конечном итоге всё-таки мы договорились с Азербайджаном, что после выхода на линию Шуши и в саму Шушу боевые действия будут остановлены. Было подписано соответствующее заявление в ноябре 2020 года о приостановке боевых действий и о вводе наших миротворцев. И вот следующий очень важный момент. Правовой статус наших миротворцев был основан исключительно на этом заявлении от ноября 2020 года. Никакого статуса миротворцев так и не возникло. Ну, сейчас не буду говорить почему. Почему Азербайджан считал, что это нет в этой необходимости, ну а подписывать без Азербайджана было бессмысленно. Поэтому весь статус был основан, повторяю, исключительно на заявлении от ноября 2020 года. И права миротворцев заключались только в одном. В наблюдении за соблюдением режима прекращения огня. Всё. У нас у миротворцев никаких других прав там не было. Ну и нет. Только наблюдение за прекращением режима, за прекращением огня. Всё. Но такое зыбкое состояние, оно продолжалось определённое время. Теперь вы упомянули про уважаемого мною председателя Евросовета господина Мишеля. Вот в Праге, значит, в Праге осенью 2022 года, вот под эгидой господина Мишеля, потом президента Франции Макрона и господина Шольца, канцлера ФРГ, собрались и лидеры Армении и Азербайджана. И там подписали заявление, понимаете? Заявление, из которого вытекает, что Армения признала Карабах частью Азербайджанской республики. Более того, руководители делегации, руководители Армении прямо назвали территорию Азербайджана в квадратных километрах, в которую безусловно входит и Карабах. И подчеркнули, что они признают суверенитет Азербайджана в рамках Азербайджанской СССР, входивших в своё время в состав СССР. А, как известно, в состав Азербайджанской СССР входил и Карабах. То есть, по сути, был решён главный, абсолютно ключевой опрос, который заключался в статусе Карабаха. Когда Карабах объявил о своей независимости, никто не признал эту независимость. Даже Армения, что, честно говоря, для меня странно, но, тем не менее, такое было решение, они не признали независимость Карабаха. Но здесь, в Праге, они признали, что Карабах принадлежит Азербайджану. А потом, в начале 1923 года, вторично повторили то же самое на аналогичные встречи в Брюсселе. Ну, вы знаете, так между нами, хотя между нами уже это, наверное, не подходит, но, тем не менее. Но если пришли... Нам, кстати, об этом никто не сказал. Я лично узнал это из прессы. Но Азербайджан и всегда считал, что Карабах часть его территории. Но, определив статус Карабаха как части Азербайджана, Армения совершила качественные изменения своей позиции. После этого на одну из встреч ко мне президент Алиев подошел и говорит, ну вот видите, все признали, что Карабах наш. Ваши миротворцы там находятся на нашей территории. Понимаете, даже статус наших миротворцев претерпев сразу качественные изменения после определения статуса Карабаха как части Азербайджана. Он говорит, ваши военные находятся на нашей территории, и давайте теперь договариваться о их статусе на двухсторонней основе. Ну, а премьер Пашинян подтвердил. Да, вам нужно теперь договаривать на двухсторонней основе. То есть Карабах ушел. Можно что угодно говорить об этом статусе. Но это было ключевым вопросом. Статус Карабаха. Вокруг этого все крутилось на протяжении предыдущих десятилетий. Как и когда, кто и где будет определять статус. Все. Армения его решила. Карабах перешел в состав Азербайджана официально. Это такова позиция армянского государства современного. Ну, а нам-то что делать? Нам что? Все, что происходило в недавнем прошлом, неделе, две, три назад, и перекрытие этого Лачинского коридора и так далее. Все это было неизбежно после признания суверенитета Азербайджана над Карабахом. Это было только вопросом времени. Когда и каким способом Азербайджан будет наводить там конституционный порядок в рамках конституции азербайджанского государства? Ну, а что скажешь-то? А как на это реагировать-то еще? Армения признала, а мы что должны делать? Нет, а мы не признаем. Ну, это же нонсенс, правильно? Ерунда какая-то. Вот я сейчас не буду рассказывать, думаю, что некорректно о нюансах наших дискуссий, но то, что произошло вот в последние дни или в последние недели, ну, это было неизбежным последствием того, что было сделано в Праге и в Брюсселе. Поэтому вот господин Мишель и его коллеги должны были бы тогда подумать, когда уговаривали, видимо, я не знаю, надо спросить их самих, где-то закулисно, кулуарно уговаривали премьер-министра Армении господина Пашиняна вот пойти на такой шаг. Должны были бы все вместе подумать о судьбе армян Карабаха. Должны были бы как-то, ну, хотя бы что-то прописать о том, что и как их ожидает в этой ситуации. Какой-то порядок интеграции Карабаха в азербайджанское государство. Какой-то порядок, связанный с обеспечением их безопасности и соблюдением их прав. Но там же ничего этого нет. Там есть только заявление о том, что Карабах – это часть азербайджан. Все. И чего мы должны делать? Ну, если так, сама Армения решила. Нам-то что делать? А мы что делали? Мы использовали все, чем мы располагали в паровом смысле, для того, чтобы обеспечить гуманитарную составляющую. Как вы знаете, у нас там люди погибли. Между прочим, защищая армян Карабаха. Наши миротворцы. Мы оказывали им гуманитарную помощь, оказывали медицинскую помощь, обеспечили их выход. Ну, и если уж возвратиться опять к нашим европейским, так называемым коллегам, да, но они хотя бы сейчас гуманитарную помощь пускай посылают там на содержание тех несчастных людей, по-другому сказать не могу, которые вышли со своих родных на съезженных мест из Нагорного Карабаха. Ну, мне кажется, это-то они сделают. Но в целом, по большому счету, нужно, конечно, подумать о их судьбе в долгосрочном перспективе. А Россия этих людей готова поддержать? А я же только что сказал. Мы же их поддерживали. У нас люди там погибли, защищая их. Прикрывая их собой. И обеспечивая гуманитарную поддержку. Ведь у нас там на наших, в центре наших миротворцев, туда же все беженцы пришли. Под защиту наших миротворцев. Тысячи там собрали. Туда приходили. Женщины и дети в основном. Вот. Ну, а так мы, конечно, это уже готовы оказывать. Армения не перестает быть нашим союзником. Если там есть гуманитарные, они есть, гуманитарные вопросы, мы, конечно, их готовы и будем обсуждать, и готовы оказывать поддержку и помощь этим людям. Это само собой разумеется. Но я просто сейчас вам рассказал, как события развивались. Ну, коротко, но в целом основное я сказал. Владимир Владимирович, еще один такой нюанс в этой связи. Сейчас азербайджанское руководство очень жестко зачищает тех, кто на службе был в Карабахе, руководителей. И там есть разные люди, включая тех, кого в России хорошо знают, как Рубен Варданян, например. Он отказался от нашего гражданства. Он отказался, но он был. Мы можем как-то призвать азербайджанское руководство проявить, ну, не знаю, милосердие. Мы всегда это делали, и сейчас это делаем. Я разговаривал, как вы знаете, по телефону с президентом Алиевым. Ну, и раньше мы говорили о том, что ничего бы там ни случалось. И он меня все время заверял в том, что что бы ни случилось, нам обеспечит и безопасность, и права армянского населения на Горного Карабаха. Ну, сейчас там уже армян-то не осталось. Все ушли. Вы знаете, что все ушли? Там просто нет армян. Ну, может быть, тысячи, полторы, все. Ну, все, там просто никого нет. А вот что касается бывших руководителей, я не знаю, не хочу там вдаваться в детали. Ну, я так понимаю, что их особенно в Ереване хотят видеть. Но я исхожу из того, что руководство Азербайджана все-таки будет исходить из... В данном случае, когда все вопросы территориального характера для Азербайджана решены, все-таки будет исходить из соображений гуманитарного характера. Спасибо. Коллеги, прошу. Так, пожалуйста, желающий задать вопросы. Фэн Шаолей, да, профессор Фэн Шаолей, один из наших ветеранов. Большое спасибо. Педагогический... Шанхай. Уважаемый господин президент, очень рад вас еще раз видеть. Шанхай. Шанхай.